добрый день мы сегодня с вами уважаемые коллеги встретились по очень такому интересному поводу сейчас давайте проверим хорошо ли меня слышно хорошо ли меня видно поставьте плюсики если вы с нами плюс минус чтобы я понимала что связь налажена спасибо большое значит построим вебинар таким образом потому что время к сожалению ограничено и мне тоже не хочется занимать очень много вашего времени материал понятно что очень интересный очень объемный мы сделаем так я читаю основной свой доклад все вопросы которые у вас возникают пишите причем я советую писать прям сразу в процессе вебинара чтоб потом не забыть пишите сразу в чат и потом мы в конце нашего вебинара все кто к нам с нами останется если будет возможность еще воспользоваться дополнительным временем мы с вами все ответим обсудим и поговорим я хочу представиться меня зовут баранова елена вячеславной я тренер по инъекционным и аппаратным методикам и так как наверное моя практика все-таки больше связано она начинать началась косметологии именно как врач аппаратной косметологии то конечно инъекции это были так скажу второй этап который я взяла или второй вид процедур который я взяла в свою практику но уже давно мы знаем да что сочетанные методики дают нам только хорошие результаты никогда нельзя аппарат брать без подготовки но работая сейчас уже достаточно давно в косметологии наверное мало чем сейчас врачей можно удивить потому что понятно что каждую неделю рождаются новые препараты причем я хочу сказать что ура российским производителям мы сейчас уже ну я являюсь тренером компании здоровье и семья и наверное была такая одна у истоков кто вводил в работу такой препарат как миотокс и наверное тогда это было очень тяжело говорить про российское производство но сейчас проработав вот уже даже в миотоксию какое-то четверо пять лет до пять лет мы на рынке я хочу сказать о том что россия рулит россия создает те препараты которых аналогов которых нет и конечно это это связано с тем что самые опытные продвинутые с большой огромной практикой и думающими головами это конечно российские косметологи врачи косметологи хирурги эстетисты у нас на самом деле индустрия это развито очень хорошо и поэтому когда мне принесли в апробацию новый препарат а это происходит понятно что практически раз в неделю то о чем мы сегодня с вами будем говорить это на самом деле уникальный аналога его нет почему я его взяла в работу потому что я еще раз хочу сказать что работая большом большим количеством аппаратов до работая на очень много на аппаратах мне всегда нужно нужно какое-то подспорье то подспорье который не только бы профилактировал улучшала работу но самое главное что еще усиливало результат после проведения многих манипуляций сегодня мы с вами поговорим о новом препарате я постараюсь передать вам те ощущения и те уже знания да те понимания этого препарата который я вот в течение полугода его тестирую и в принципе остаюсь как это все больше больше удивляюсь его результативности между прочим со мной также удивляются и мои пациенты и сегодня мы с вами поговорим про конкретно инъекционные методики коррекции именно связочного аппарата лица наверное само название доклада уже ввело в некоторую такое замешательство причем здесь мы и связки на самом деле сейчас наверное уже очень хорошо научились работать с кожей мы понимаем как работать с подкожно-жировой клетчатки но вот связочный аппарат он как-то всегда проходил у нас ну как дополнительную что ли и с появлением на рынке нового препарата под названием контура о котором мы сегодня будем говорить он как раз занял вот эту нишу которая пока была свободна и так мы начнем как всегда с маленького ликбеза потом перейдем уже непосредственно к характеристикам нового препарата возрастные изменения лица мы сейчас очень много говорим о том что если раньше мы думали что старение это только кожа сейчас мы отлично понимаем что изменения идут у нас на всех уровнях так скажем все ткани на лице они все подвергаются изменениям с какими-то тканями мы уже очень как я уже сказала очень активно работаем и знаем про них очень много какие-то ткани у нас остаются еще в достаточно таком изучаемо познавательном аспекте конечно кожа подкожно-жировая клетчатка мышцы связки и лицевой скелет все это будет оказывать влияние на изменения возрастные изменения на лице если мы говорим про кожу знаем отлично да что изменение коллагена до переход коллагена первого в третий тип это снижение уровня гиалуроновой кислоты и причем гиалуроновая кислота может быть она не столько снижает по количеству уменьшается сколько мы наблюдаем в процессе возрастных изменений это начинается уже где-то там 25 плюс что количество гиалуроновой кислоты может быть остается остается в норме но активность ее значительно падает то есть эта способность притягивать воду а мы понимаем что именно в водной среде у нас начинаются все движения мы знаем что есть рецепторы до гиалуроновой кислоте которые тоже будут нам помогать в налаживании вот этого красивого эстетического портрета поэтому на коже особо останавливаться не будем потому что его мы про не про нее наверное мы знаем уже все что касается возрастных изменений жировых пакетов лица здесь тоже как-то мы сначала в основном просто пользовались этими пакетами да там заполняя когда есть дефицит и восполняли объемы с помощью филлеров тоже была такая методика но сейчас мы стали более глубоко более углубляться и это помогает нам специалисты по телу потому что мы начали изучать подкожно-жировую клетчатку как особую субстанцию понимать что это тоже живой организм это тоже субстанция которая подвержена возрастным изменениям и если мы говорим про лицо то возрастные изменения жировых пакетов мы знаем что у нас поверхностные жировые пакеты то есть это подкожно-жировая клетчатка вот она как раз возрастом будет подвергаться атрофии причем я сейчас вот углубила углу углубившись тоже в изучении этого вопроса тоже хочу сказать что сейчас нет такой активной доказательной базы что происходит с дермальными адипоцитами потому что пока все исследования проходили только на мышах ну понятно что человек не мышь хотя хотя наверное иногда хотелось бы есть так вот но какой-то такой выраженной доказательной базы что мы можем работать конкретно с дермальными адипоцитами на человеке пока таких исследований нет поэтому вопрос тоже остается открытый но в процессе наблюдения за тканями да много кадавр курсов мы проходим изучаем своих пациентов мы понимаем что подкожно-жировая клетчатка подвергается атрофии но что они мы не можем сказать о висцеральном жире да и который наоборот увеличивается то есть подкожно-жировая клетчатка уменьшается висцеральный жир нарастает что же касается глубоких жировых пакетов то здесь чаще всего атрофия не происходит но под действием активности мимических мышц мы видим смещение этих жировых пакетов а почему они смещаются мы тоже сегодня поговорим почему есть склонность к смещению это уже сегодня это обсудим что касается возрастных изменений мышц то конечно мы все знаем что у нас с возрастом да все как это мало где на улице мы можем встретить добрую сияющую бабушку в основном это очень такие напряженные все в думах очень часто да там с возрастом мы сталкиваемся с тем что пациент с возрастом становится более агрессивен да там цифалопатия у кого-то идет в эту сторону но мы понимаем что это все гипертонус депрессоров в отличие от того что леваторы у нас как раз уходит гипотонус из из и мышечный слой здесь в лице нам достаточно играет большую может быть он сам по себе просто как это меняет свою напряженность да уходит либо в гиполи либо гипертонус может быть текстурно мышцы не особо меняются но они очень большое влияние оказывают на состояние других тканей потому что от них зависит очень многое на лице и конечно первые мимические морщины да классические мимические морщины это смещение жировых пакетов под действием этого гипертонуса в результате мы видим до нарушения овала лица у пациентов это появление скелетизации в зонах да где мышца за счет гипертонуса мышцы жировой пакет смещается более как это другие пространство уходит поэтому конечно когда мы говорим про возрастные изменения мышц они о них можно говорить бесконечно мы понимаем что здесь есть у нас процедура эта процедура ботулинический токсин который сейчас мы в основном все работаем конечно уже не работаем как раньше да только с межбровной складкой работаем практически все время в программе full face потому что это является профилактикой многих возрастных вот этих нежелательных возрастных изменений на лице и вот наконец-то мы говорим о том что есть изменения еще и связочного аппарата и когда мы стали первый раз мы конечно связках как косметологи стали но хирурги понятно они говорят уже очень давно а мы как косметологи начали говорить когда у нас появились аппараты с масс лифтинг это вот альтера там ультраформер дабло это говорю такие как который базовые наши аппараты и тогда мы стали понимать что мы этим аппаратом где-то работаем и на каком-то уровне работая получаем какие-то результаты и понятно что начали изучать этот слой а этот слой называется связочный аппарат лица и сейчас уже в процессе изучения мы четко знаем что изменение связок на лице происходит возрастные изменения точно так же как и и других структур лица что происходит со связками со связками мы сталкиваемся с тем что у нас происходит снижение коллагена и эластина в связках на лице и если мы говорим про изменение связочного аппарата например опорно-двигательного аппарата например того тех же связок например коленного там коленных позабедренных сустав голеностопов то здесь у нас немножко на лице связки будут меняться совершенно по-другому то есть если мы в скелетных скелетные связки у нас происходит наоборот потеря их эластичности и больше рубцевания не такие более сжатые становятся они теряют свою эластичность они не могут полностью растягиваться есть как это растягиваться и быть такими эластичными для того чтобы там суставы и знаете да что лфк и все остальные сейчас методики там остеопатия мануальная терапия на всячески направлен на то чтобы создать там йога терапия да это все нам направлен на то чтобы растянуть и оставить вот эту вот эластичность связки то на лице здесь мы сталкиваемся как раз очень таким обратным эффектом в результате гравитации результате работы мышцы постоянно до которые уходят гипертонус старение изменения связок на лице идут как раз в сторону перерастяжения и а так как связки у нас являются тем самым каркасом который держит подкожно-жировую клетчатку который вообще держит ткани на нужном уровне то с возрастом силу того что эта связка перестает быть такой плотной упругой и фиксирующий мы начинаем видеть как раз вот эти возрастные изменения почему сейчас работая со связками мы иногда даже но не работая с качеством кожи получаем как раз тот самый лифтинг потому что именно со связочным аппаратом у нас до этого до сих пор очень активно работали именно пластические хирурги но мы как врачи косметологи нам конечно тоже хочется поучаствовать в этом и поэтому сегодня вот будем с вами говорить о том что у нас есть методы и вот один из методов с которыми мы сегодня которым мы сегодня будем пользоваться это как раз новый препарат контура который конкретно был разработан врачами ортопедами то есть первоначально синтез этого этого препарата был для лечения коленных суставов то есть вообще связочно-суставного суставной структуры а там есть определенные особенности почему наш препарат контура стал именно препаратом выбора для лечения связок давайте мы с вами немножко поговорим про историю коррекцию вообще возрастных изменений лица и как видите ну понятно что вот эта история это эра смаз эра лицевых связок эра лицевых так называемых лицевых пространств здесь конечно больше эры развития пластической хирургии и если мы говорим про смаз то как видите да на предыдущем слайде это пластические хирурги о смазе начали говорить еще в семидесятом году и а мы в принципе подключились как я уже сказала мы с вами подключились когда мы начали работать аппаратами смаз лифтинга что такое смаз для всех понятно да что это та самая поверхностная фасция с поверхностными мышцами которая очень хорошо может двигаться да то есть она очень хорошо может перемещаться в пространстве она не фиксирована поверхностной пасция она не фиксирована к костям скелета и поэтому вот как раз все те мышцы практически с которыми мы с вами будем работать все вот эти платизма круговая мышца глаза лобная мышца круговая мышцы рта вот это все как раз и есть вот тот самый поверхностный смаз значение достаточно большое почему потому что сейчас мы понимаем что именно от вот этой связки через подкожно-жировую клетчатку просить от смаза через подкожно-жировую клетчатку у нас идут большое количество соединительно тканных септ и если мы говорим про то что этот уровень у нас подвергается возрастным изменениям мы будем сталкиваться с тем что видите вот эти самые изменения на коже понятно что мы видим это изменение на коже мы видим это изменение на лице даже даже наверное вот и и и на лице и на коже так скажем те самые возрастные изменения в области щек там появление морщин в области межброви появление там гусиных лапок и так далее появление вот морщин вокруг рта так называемые кисетные морщины то есть это вот все вот эти возрастные характеристики это будут связаны прежде всего со связочным аппаратом и конечно самым поверхностным его слоем это слоем с масса следующая эра была видите да что мы развиваемся следующая эра это была эра удерживающих связок и хирурги опять-таки поняли что работать не только когда делают пластические операции они должны работать не только непосредственно с вот с этим поверхностным смазом что очень большое значение для правильной постановки и возвращения тканей на место будут играть как раз вот эти глубокие прикрепленные связки так называемые истинные связки которые фиксируются кости которые плотно связаны с костью и все те изменения на кости которые мы наблюдаем с возрастом они однозначно будут сказываться и на изменения связочного аппарата если мы говорим про глубокий смаз к лицевым связкам лицевые связки это вообще конечно каркас лица и связочный аппарат он так называемый глубокий связь смаз он будет у нас начинаться непосредственно от надкосницы но при этом ветки идя из изнутри наружу однозначно будут связаны с вот этими различными соединиться над тканными септами будут иметь связь и с кожей проходя вот через этот как раз жировой слой и прикрепляясь к дерме образуя ту самую фибро эпителиальную сеть которая развитие разветвляется через жировую ткань да почему мы когда работаем подкожно-жировой клетчатке есть там положили какой-то препарат у нас нет такого что он взял и слился в одно просто почему потому что вся подкожно-жировая клетчатка пронизана вот как раз этими секторами и наверное вот эти вот лицевые связки именно они будут являться той структурой который защищает кожу от обвисания и растяжения а также сохраняет равномерную волокнистую структуру ответственную за тонус кожи то есть как вы видите ну связки занимают у нас достаточно большое значение и сейчас я бы еще раз научившись очень хорошо работать с уровнем кожи конечно мы понимаем что нам ну как-то недостаточно было всегда результаты поэтому сейчас спускаемся все глубже и глубже и ищем те методы и те средства которые бы помогли нам в решении этого вопроса истинные связки они более мощные и фактически они всегда у нас будут отвечать за овал лица они как я уже сказала крепятся к надкоснице и фиксирует вот те самые глубокие жировые пакеты не давая возможность им но все-таки так вот активно и безнаказанно там отплывать под день под действием гравитации с возрастом эти истинные связки как я уже сказала так как это тоже будут относиться к связкам лица они будут именно терять свою плотность ослабевать становиться более рыхлыми и мы будем наблюдать вот как раз те изменения овала лица изменения структуры лица все это будет связано как раз с изменением качества вот этих истинных связок первая истинная связка о которой мы говорим и мы не очень много знаем и в принципе наверное как это когда мы работали с тканями когда мы делали там допустим решали какие-то вопросы мы всегда делали акцент на то что есть такая скуловая связка и работая с ней допустим работая в скуловой области до был у нас период когда мы очень любили делать с нашим пациентом скулы здесь конечно мы опирались на эту связку и понимали что филлер положенный под эту связку будет ее ну как перерастянутая резинка и если мы положим филлер под эту связку приподнимем ее механически растянем и она будет лежать пока она пока эта связка будет лежать на филлере мы будем получать вот этот вот незначительный лифтинг эффект связка это берет начало от надкосницы латеральной части скуловой кости они плотные четко очерченные проходят через все латеральные через всю латеральную малярную область мы видим что да сверху у нас идет глазничная связка а под ней находится как раз та самая скуловая связка с которой еще раз говорю может в принципе мы ее в работе уже с вами учитывали и брали ее в работу и скуловую связку следует рассматривать как косно-мышечную кожную связку то есть корс косно мышечная кожная эта связка которая в принципе держит фиксирует и контролирует практически все слои которые есть на лице следующая связка это так называемая около ушная кожная связка видите да на слайде если есть если вы видите мой бегунок да вот она кожна около ушная кожная связка с ней мы тоже работали филлерами у нас тоже были методики когда мы могли применять филлер под эту связку да когда мы говорили про формирование угла нижней челюсти когда мы понимали что изменение опять до костной структуры в этой зоне потому что мы знаем что угол до костного он с возрастом становится более покатый а так как на нем держится связка то связка соответственно тоже перерастягивается и мы в этой зоне видим с изменения рельефа мы видим изменения такого конфигурации лица да и вот чем отличается отсутствие вот этого четкого угла и очень многих пациентов мы фиксируем работаем с этой зоной опять-таки мы работали всегда филлерами для чего для того чтобы подложить что-то под эту связку потому что так как она опять перерастянута под нее положить какой-то объем чик чтобы ее что называется натянуть на на тот шарик гиалуроновой кислоты филлера гиалуроновой кислоты эти связки они тесно связаны с латеральным жировым пакетом да вперед в этот около ушной вот этой области и связано также очень активно будет влиять на состояние щеки и мы отлично понимаем что работая с этой зоной мы много да там стимулирующих различных моментов там нитевой лифтинг мы сюда делаем именно с целью подработать и уплотнить вот эту зону но при этом у нас как допустим аппаратные методики да когда мы начали работать с масс аппаратами мы активно прорабатываем эту зону потому что понимаем что вот это вот работая с областью этой связки и зоны и и да так скажем покрытие мы конечно создаем получим более такой лифтинговый эффект на наших процедурах нижнечелюстная связка видим ее до нижнечелюстная связка это связка в общем-то причина формирования вот той самой морщины марионетки с которой на самом деле если есть такое вот изменение в этой связочной зоне если как это упустили до эту зону здесь у нас активно работает мышца опускающая нижнюю губу мы соответственно очень часто в этой зоне получаем те самые марионетки с которыми ну если пациент такой пришел уже так скажем запущенном состоянии нам очень тяжело работает это плотная волокнистая структура которая проходит сквозь жировую ткань подбородка и в своем так скажем концевом отделе продолжается на подбородочный симфиз к удальное продолжение то есть вот этот вот хвостовое продолжение нижней челюстной связки отвечает за образование подбородочной морщины в процессе старения то есть связка тоже такая фиксирующая основная и конечно если она у нас находится какой-то продукт который нам подлечит и уплотнит эту связку конечно мы тогда также как и работа с другими связками получим достаточно хороший лифтинг эффект к истинным связкам мы можем отнести также орбитальную связку и как видите кстати что переоральная что орбитальная связка который понятно будет сопровождать круговую мышцу глаза или круговой мышцу рта она имеет такую формочку в виде буквы с почему когда мы работаем в этой зоне и если мы говорим про работу в этой зоне со связками то конечно очень здорово если мы будем уплотнять как вверх так и низ да там подъем брови борьба с грыжами нижнего кстати так и также как и верхнего века все это будет как раз сопровождаться хорошим эффектом если мы здесь будем работать с этой связкой уплотняя ее создавать красивую эстетическую картину для пациента помимо могут проговорили про истинные связки да у нас была эра истинных связок для врачей хирургов сейчас сейчас это наша эра и мы говорим о том что у нас есть так называем еще ложные связки то есть как я уже говорила в начале своей лекции то ложные связки это то что мы пол это те самые отростки то самое дерево до которое мы получаем от поверхностного смаза как мы сказали уже поверхностный смаз он не имеет прикрепления то есть контакта с костей он не не крепится на кости и от этой поверхностной фасции вот эти вот самые септы поднимаясь вверх они создают вот это вот древообразное перекрытие ячеечное строение подкожно-жировой клетчатки и здесь мы понимаем что работать с этой зоной тоже очень необходимо потому что вот это вот дряблость и старение которые мы видим особенно в щечной области это конечно вот несостоятельность того самого связочного аппарата которые называются ложными связками если еще говорить про ложные связки почему допустим мы первыми да когда мы начали с ними работать и мы именно на как это у нас первые процедуры которые мы стали делать как врачи-косметологи это смаз лифтинг когда мы работаем насадкой четыре с половиной глубина и работая на глубине на этой насадке мы получаем лифтинг эффект разглаживания кожи улучшения вроде как и даже мы видим что и вроде кожа стала в этой зоне более интересная но самое главное конечно вот тот самый лифтинг это борьба с тем самым гравитационным птозом который ну в общем-то до появления как это до изучения и понимания что у нас есть такой аппарат на лице как связочный и когда мы еще не могли к нему поступиться мы конечно не могли создавать тех красивых эффектов от наших процедур которыми мы можем гордиться сейчас кожно-жевательная связка которая будет относиться к ложным связкам это большая достаточно связка которая располагается по переднему краю же жевательной мышцы в принципе как этот покрывая капсулу до покрывая одна из сторон капсулы жевательной мышцы это будет как раз вот тот самый поверхностный смаз и передняя часть этой фасции этой связки будет более рыхлая именно она подвергается больше возрастной возрастной дегидратации д структуризации и почему работая по средней части щечной зоны работая опять таки аппаратами и сейчас вот буду показывать вам рассказывать о методике работы с новым препаратом который будет на восстанавливать да и лечить так скажем наши наш связочный аппарат на лице здесь конечно работая получаем очень красивые результаты и качество кожи в том числе становится значительно больше лучше связки понятно есть не только на лице но есть и на шее и работая вот этими глубокими инъекциями и работая непосредственно опять здесь мы будем говорить о ложных связках потому что прикрепление к костям здесь мы не наблюдаем то есть нас кости 1 появляется в области позвоночника мы говорим о том что у нас есть нижняя челюстная септа связки подъязычной кости это то что у нас находится в средней части шеи это средняя часть шеи и две большие связки которые проходят по боковым поверхностям это грудоключично сосцевидной мышцы так называемые шейные связки и когда мы знаем что наличие вот этого связочного аппарата помимо того что понятно что вся платизма дает практически платизма с кожей это как один такой конгломерат у нас потому что она очень много там да вот соединоснотканных вот этих вот стежей которые крепятся да и которые фиксируют кожу и соединяя платизму с кожей помню да что конюля там проходит достаточно сложно всегда с определенными нагрузками но зная вот опять-таки наличие и расположение связочного аппарата на шее мы тоже можем работать чисто со связками получая достаточно красивые хорошие результаты какие методы коррекции у нас есть возрастных изменений это прежде всего конечно я я всегда с пациентами начинаю однозначно с ботулинического токсина не потому что я являюсь тренером миатокса а потому что я но мы сейчас уже все понимаем что как нам вот этот вот вот эту депрессию гипертонус депрессоров нам однозначно нужно оккупировать и потом уже начинать работать и раньше кстати если мы ботул токсин брали как вишенка на торце завершающую процедуру то сейчас когда нам разрешили уже официально работать full face мы конечно сначала готовим лицо ставим на место а потом уже начинаем подделывать различные нюансы да там отшлифовывать свою работу ну по крайней мере хотя бы чтобы гипертонус мышц не мешал нам получение хороших результатов вторым этапом коррекции до возрастных изменений именно связок это конечно применение смаз лифтинга смаз лифтинга и мед аппараты работа на аппаратах ультразвукового смаз лифтинга почему потому что мы понимаем что тепловая тепловая волна который дает нам смаз лифтинга именно этот аппарат дает нам возможность поработать на такой вот глубине другие аппараты есть еще и рф игольчатый конечно делают возможность поглубже проникнуть но в основном это смаз лифтинга ультразвуковой который дает нам так скажем нивелировать разбить вот этот вот старый ненужный коллаген в связке для того чтобы запустить потом процесс обновления потому что как я всегда говорю пока мы старый диван не вынесем из комнаты нам новый туда занести будет очень тяжело и мы понимаем что все все вот эти аппаратные методы лечения которые у нас применяются особенно с нагревом они нужны нам как раз для разбивания вот этого отжившего себя коллагена особенность коллагена его структура такая что он есть полноценный коллаген он разбился на фрагменты почему на эти фрагменты он разбивается достаточно под влиянием ультрафиолета каких-то там неблагоприятных факторов работы там какой-то там системы там атаки какой-нибудь стрессовой эти как они антиоксиданты когда мы работаем с антиоксидантами когда нам необходимо применение антиоксидантов все это приводит к тому что коллаген разбивается но он не разбивается на аминокислоты чтобы начать отстраивать новые он просто фрагментируется и фрагментированной коллаген это что касается кстати как связок как связочного аппарата так и кожи этот фрагментированный коллаген он остается на месте и как это и сам не ам и другим не дам и он вроде как и место не освобождает для строительства новгое потому что занимает площадь и не дает возможность развитию поэтому тепловые и аппаратные методики вот все что связано с прогревом нам как Нужны для того, чтобы разбить вот эти фрагменты на более мелкие частицы и уже запустить строительство нового коллагена. И для того, чтобы запустить строительство нового коллагена, нам, конечно, нужна какая-то подпитка, нам нужна какая-то основа. Во-первых, то, что подстимулирует строительство нового коллагена. Второе, то, что поможет убрать вот этот шлак, вынести, как этот диван, распиленный на куски, вынести по доскам из той самой комнаты, в которую мы хотим занести новый диван. И, конечно, здесь сочетание вот этих вот трех этапов, оно, в общем-то, очень обосновано. И у нас, если честно, не было вот третьего этапа решения вот этой проблемы. То есть мы очень хорошо, еще раз говорю, научились все это делать в коже, работать с коллагеном, восстанавливать его текстуру, разбивать старый, строить новый. Но до связочного аппарата как-то не было возможности дойти и не было такой процедуры, такого препарата, который бы, что называется, на 100% отработал в этой зоне и дал нам положительные результаты. Я еще раз говорю, что у нас была методика, когда мы филер подкладывали под связки, но мы понимаем, что филер не лечит, а он является как такой подушкой безопасности. То есть он занял вот эту пустоту. Опять мы говорим, помните, мы говорили про эры, эры пространств. Сейчас у хирургов следующий этап развития косметологии – это эра пространств. То есть они сейчас четко понимают, что есть связки, есть смах поверхностный, а есть вот эти пространства, где, кстати, очень часто они ищут какие-нибудь там очень большие сосуды и нервные окончания. Мы в эти пространства лазили, мы заполняли их гиалуроновой кислотой. Но еще раз говорю, когда мы говорим про филер гиалуроновой кислоты, это больше такой вот введенный объемный наполнитель, связка на нем натянулась, но качество связки при этом абсолютно никак не менялось, просто потому что филер, стоящий целый год в тканях, наверное, давал какую-то подпитку, но эта подпитка была очень-очень незначительная. Если мы говорим про коллагеновые волокна, еще раз вернемся к ним, да, я уже, наверное, опередила сам себя, рассказала уже, да, что изменение связочного аппарата лица, оно будет связано с изменением коллагеновой структуры связки. И мы здесь сталкиваемся с атрофией, с изменением положения, с растяжением связки, да, в отличие от того, что происходит со скелетными связками, которые, наоборот, грубеют и превращаются в такой врубец, как это, сморщиваются, сокращаются, то связки на лице, это как раз вот они становятся менее эластичными и теряют свой тургор, и просто элементарно мы перерастягиваемся. И, конечно, если мы говорим про глубокие связки или истинные связки лица, то здесь, конечно, будет для нас иметь значение еще и изменение скелета, потому что, когда меняется костный скелет, он однозначно будет тянуть все те структуры, которые к нему прикреплены. Патофизиологические механизмы указывают на то, что в условиях нормальной функции связка сохраняет эластичность и длительное растяжение связок последовательно вызывает склероз, фиброз и разрыв ее, да. Мы говорим как раз о том, что вот этот вот гипертонус мышц будет однозначно сказываться на связочный аппарат, то есть помимо того, что сами коллагеновые волокна меняют свою структуру, то есть они становятся, да, а здесь мы их еще постоянно, как эта резинка, которая должна быть в фиксированном положении, все время находится в растяжении, и мышца в этом очень сильно нам, гипертонус мышц нам здесь будет очень сильно мешать. Ну, если вот говорить про возрастные, мы прошли, да, про связки мы проговорили, я думаю, что, ну, это такая еще, такой раздел связок, он на самом деле сейчас очень заинтересовал, потому что, ну, о нем как-то очень мало, вот я сейчас очень много готовилась к этому вебинару, я уже студировала очень много различной литературы, и могу сказать, что везде говорится так вскользь, ну, вот поработать со связочным аппаратом, ну, вот связочный аппарат, а что это такое, с чем его идет, идят, какая молекулярная структура, какая биохимическая составляющая этого процесса, это, конечно, еще вот такой вот этап изучать, изучать, изучать. Хотя сейчас уже поработав и поработав со связками, вот новым препаратом, о котором мы сегодня с вами будем говорить, на самом деле мы получаем какие-то результаты, я думаю, господи, мы так долго боролись и столько всего придумали для кожи, оказывается, вот подтяни связку и получишь тот самый лифтинг, о котором мечтает каждый врач и пациент. Как я уже сказала, что есть возрастные изменения и костного скелета, и мы тоже должны это учитывать, почему? Потому что, как сказала моя одна пациентка, делаем пластические операции, там, раз в две недели прихожу к вам, но возраст на лице моем все равно, ну, мне никто в мои 40 не даст 18, да? Почему? Я, конечно, ответила так философски говорю, ну, наверное, потому что 40-летняя мудрая женщина не будет смотреть, не сможет смотреть на мир глупыми глазами, 18-летней девочки. Ну, это, конечно, была такая философская, какая-то романтическая философская мысль, но на самом деле просто потому, что пока со скелетом мы не работаем. Хотя нам сейчас в этом плане очень хорошо помогают, особенно работают с нижней третью, помогают кто? Стоматологи. То есть у них даже появилась такая отдельная специализация, отдельное направление в стоматологии, которая называется эстетическая стоматология. И первое, что делают стоматологи, они нам восстанавливают объем верхней и нижней челюсти. То есть если вы даже видите, что когда пациент идет, приходит на тотальную работу с зубочелюстным вот этим рядом, зубочелюстной вот этой зоной, всегда зубы, которые делают стоматологи, они всегда будут больше по размеру, нежели те, которые были у человека. Почему? Потому что за счет увеличения именно высоты и, так скажем, длины зуба, они более-менее визуально пытаются растянуть и увеличить то, что жизнь, жизнь, что называется, стерла. Поэтому это тоже такая достаточно интересная, интересный раздел, но пока мы, мы даже, наверное, хирурги, пока туда не зашли. И вот сегодня мы сейчас подходим уже к тому, что будем говорить про такой уникальный препарат, который появился сейчас в нашей практике, препарат под названием «Контур», «Контур-Био». Препарат, который, еще раз хочу напомнить, он был, как это, отцом и матерью этого препарата, стали врачи-ортопеды. Врачи-ортопеды, которым нужно было сделать гель, который вводится внутри суставной. Внутри суставной, а мы понимаем, что когда мы вводим гель внутри сустава, мы, конечно, работаем с чем? Мы работаем с теми связками, которые находятся непосредственно в суставах. Но здесь есть один нюанс. Здесь нельзя ввести филлер в область коленки, потому что это будет как инородное тело и может развиться артрит. Но, с другой стороны, все те биоревитализирующие компоненты, препараты, которые раньше использовались в работе, они не давали достаточной стимуляции, потому что мы понимаем, что биоревитализат, введенный даже в дерму, он в течение находится в дерме 5-7 дней, и его там нет. Он просто уходит, нивелируется, не успевав, что называется, пролечить ткани. И поэтому была придумана уникальная технология, которая называется запатентованная формула 3D, молекула гиалуроновой кислоты, так называемой скафолд. Вот такая вот красивая картинка. Но в чем же суть этой новой молекулы? Она заключается в том, что сделали гиалуроновую кислоту, препарат, из трех разных масс. То есть в препарате находится низкомолекулярная, среднемолекулярная и высокомолекулярная гиалуроновая кислота. То есть все три вида масс входят в состав препарата. И это на самом деле сейчас уже, так как мы очень много работали с кожей, понимаем, что гиалуроновая кислота просто высокомолекулярная, у нас есть бифазные, а здесь получается трифазная кислота. То есть все кислоты по своей молекулярной массе, они введены в препарат. Но смотрите, какое красивое слово появилось. Термостабилизированное. То есть, как я уже сказала, работая с суставами и связками, если мы туда будем вводить какие-то препараты, имеющие дополнительные, кроме гиалуроновой кислоты, дополнительные компоненты, допустим, компоненты связки, БДДЕ, ПЭК, полиэтиленгликоль, там много еще различных есть, 5 или 4 связывающих агента, которые делают препарат более стойкий, то получается, что мы в ткани будем вводить инородное тело. И сейчас работаю уже долго с гиалуроновой кислотой, с филлерами. Мы сейчас 15-18 лет в практике, сейчас я начала разгребать ту гиалуроновую кислоту, которую мы тогда, в 15 лет назад, активно ставили, по 5-10-15 шприцов, когда формировали лица, вот здесь и сейчас. То сейчас, конечно, мы стали получать приветы тех самых работ, которые были тогда, и они, в принципе, были законны, и мы понимали, что гиалуроновая кислота для нас молоко матери, но на самом деле молоко, если бы там не было вот этого несчастного БДДЕ или каких-то других связывающих агентов, потому что именно они дают, все нежелательное, что связано с гиалуроновой кислотой, дают именно они. И здесь поэтому биохимики придумали один из уникальных методов связывания гиалуроновой кислоты не с помощью добавления какого-то химического фактора, а с применением физического фактора температуры. И, опять-таки, патентная методика дает возможность нам создать такой, ну, своеобразный, что ли, префиллер, но без связывающего агента. То есть мы получили термостабилизированную молекулу, в состав которой входит гиалуроновая кислота трех разных молекулярных масс, низко-, средний- и высокомолекулярный. Причем сама структура, ну, вот мы говорим, да, 15% здесь у нас низкомолекулярной кислоты, и мы понимаем, что нам дает низкомолекулярная кислота. Это действие на ангиогенез, это пролиферация стволовых клеток, это повышение выживаемости фибробластов, это ускоряет заживление ран, дает эффективное глубокое пролонгированное увлажнение. Если мы говорим про среднемолекулярную массу, то здесь, конечно, мы больше, акцент идет на увлажняющий эффект, опять-таки, стимуляция работы фибробластов, потому что они очень любят работать с гиалуроновой кислотой, и если им создается очень хорошее условие, они не будут лениться и давать нам большое количество положительных эффектов. И 65% высокомолекулярной кислоты. И мы уже сразу понимаем даже по этому составу, что препараты, которые входят в линейку контура, они будут более длительно пролонгировано находиться в тканях, но при этом это не филлер, который при распаде будет выкидывать какой-то негативный компонент химический, в виде БДДЕ или ПЭГа, или как-то там еще бутерат какой-то там есть. И мы дали более долгое нахождение, и одновременно это не биоревитализат, который в течение 5-7 дней уйдет из ткани, и мы его не обнаружим. То есть это препарат, который мы вводим в ткани, постепенно начинает действовать гиалуронидаза. Она, конечно, сначала будет откусывать то, что легко кусается, а это сначала низкомолекулярная кислота, после этого она будет съедать среднемолекулярную кислоту, и только после этого она будет добираться до высокомолекулярной кислоты. Поэтому если мы говорим как биорепарация, то этот препарат более пролонгированного действия, он более долго находится в тканях. То есть он как раз находится в тканях то количество времени, которое позволит ему хорошо поработать, и полечить, и восстановить наши связки. Еще раз говорю, то, что это изобретение врачей и ортопедов, именно, наверное, поэтому этот препарат замечательно захарактеризовал себя, работа именно со связочным аппаратом кожи. Контура Био – это линейка на основе гиалуроновой кислоты для восстановления тканей лица. И, в принципе, по показаниям, по рекомендациям, по преимуществам, мы уже понимаем, что здесь, конечно, работая с этим препаратом, мы будем оказывать влияние на кожу, конечно, потому что это гиалуроновая кислота. Мы будем работать с подкожно-жировой клетчаткой, конечно, потому что это препарат гиалуроновой кислоты. Мы будем работать со связочным аппаратом, однозначно, потому что техника работы с этим препаратом дает нам возможность поработать в зонах крепления или в зонах нахождения связок, в результате чего мы получаем удивительный лифтинговый эффект, и это просто на препарате гиалуроновой кислоты. Преимущества, я думаю, я уже сказала, не буду останавливаться. Еще маленький такой нюанс, вот это понятие скафолд. Скафолд – это строительные леса, и получается, что все три веточки, там линейка низкомолекулярная, высокомолекулярная, они все перекручены между собой и с помощью вот этой термической стабилизации превратились в такие, ну типа как сферы, что ли, с гиалуроновой кислотой. Вот эти сферы, сферы. Причем в сферах, где есть такие, ну представили, строительные леса, то есть есть каркас и есть пустоты. Прям все как в пластической хирургии, эра пустот, да, пространств. И эти пространства очень хорошо используются для того, чтобы ввести в эти пространства дополнительные вещества. И первый препарат, о котором я хочу вам рассказать, это контур био, мы его назвали 15, или хайтлайт. Это препарат, где в эти пустоты были включены еще молекулы манитола. Зачем нам нужен манитол? Манитол это, ну это как, это полисахарид, который в принципе активно использовался в медицине для лечения почек, да, там мы знаем, что в реанимации манитол капают при каких-то там проблемах с почками для восстановления его структуры. Но манитол это тот самый полисахарид, который попадая в вот эту самую, как это, в эти самые леса, да, в ячейки, в ячейки пустоты, где гиалуроновой кислоты, вот в этот клубочек, да, он, во-первых, будет являться одним из тех компонентов, которые будут пролонгировать нахождение гиалуроновой кислоты в тканях. Но сам по себе манитол является очень сильным антиоксидантом. То есть даже если просто мы с манитолом бы работали непосредственно со связкой, это было бы для нее очень, вот этот компонент этот был очень полезен. Но так как мы ввели его, и он у нас входит в составе геля с гиалуроновой кислотой, то здесь, во-первых, гель будет стоять более пролонгированно. Почему мы наш гель после инъекции, мы, по наблюдениям, он находится где-то до двух, а иногда и трех недель в тканях. Почему препараты данного, ну, введение данного препарата не надо делать раз в две недели, потому что в течение, да, там, трех, двух-трех недель он будет активно стоять, потом он вот разрушается, и где-то к четвертой неделе мы получаем тот результат, который мы сделали, вот, введя этот препарат. Получили, да, первые вот эти результаты. И особенность заключается в том, что манитол будет как раз более, как это, участвовать вот в этой пролонгации этого эффекта. Как вы видите, что здесь у нас есть шприцы 1 мл и 2 мл. Понятно, что для работы, например, с ложными связками, да, вот когда нам нужно проработать ложные связки и работа с шеей, я, конечно, чаще всего беру именно этот препарат, контур био-15. Почему? Потому что, ну, здесь вот, да, есть такая схемка, опять, да, напомнили вам про все мышечно-связочный аппарат лица, и видите, что болю сами однозначно надо запомнить четко. Этот препарат внутри дермально не колется. Мы колем его обязательно под кожном. Он рассосется. Все пробовали, все исследовали, он рассосется. Но если вы сделаете его обычной вот этой техникой биоревитализации, как мы привыкли работать с обычными биоревитализатами, у вас папулы будут держаться 2 недели. И к концу только второй недели они начнут постепенно расходиться. Понятно, что они разойдутся, потому что здесь нет ничего, чтобы не съелось тканями. Но для пациента, ну, представляете, да, в папулку ходить 2 недели, когда пациент пришел и сделал банальную биоревитализацию. Эффект, кстати, тоже будет очень хороший, но мы понимаем, что вводить не надо, потому что есть еще определенные, ну, пациенты, да, которые там с аутоиммунными какими-то делами, они просто могут осумковать эту долго стоящую в коже папулу, могут осумковать и превратить ее в такой, как рубчик. Поэтому работаем обязательно препаратом подкожно. То есть мы работаем, и препарат Контур Био-15, он будет очень хорошо работать именно вот с этим, с массом, вот с этой сеткой, да, с этой вот септальным деревом, с этим, да, укрепляя его и создавая красивые вот эти вот эстетические результаты. Еще раз говорю, что шею в основном я всегда беру именно им, работаю, и мне, конечно, 2 мл – это то, что в основном уходит на шею. Но есть 1 мл, если, например, вы хотите поработать с областью глаз только, да, если пациент пришел, и запрос только на область переорбитальную, и вы понимаете, что работая со связочным аппаратом в этой зоне, укрепляя связку и улучшая ее, вы, конечно, сделаете эту зону значительно лучше, нежели она была до… Даже если вы просто поработаете там с качеством кожи. Методик очень много. Вот я говорю, если, например, мы говорим про работу с переорбитальной зоной, вот, пожалуйста, техника, опять микроболюсная, подкожная, небольшими дозировками, вот 1 мл вам тогда будет достаточно для того, чтобы проработать с переорбитой. А дальше мы работаем однозначно. Область связки МакГрегора, подкожную вот эту ложную связку, щечную связку проработать нужно очень хорошо, потому что именно эта зона дает очень часто вот это вот скелетизированное, скелетизирование, западение, да, вот этот вот признак возраста на лице. Я больше того хочу сказать, приведу какой-то пример про себя. У меня, когда я была на обучении, был там новый аппарат с массой, а я так как аппаратчик, все как всегда на себе обязательно должна попробовать. И одну сторону мне делала тренер, а другая там, ну, ученица, которому-то как всегда докторажный друг на друге учится. И у меня произошла как раз такая проблема, что аппаратом мне сожгли щечную связку слева. И у меня вот реально все, что я не делала, у меня всегда в этой зоне, ну, в смысле, есть такой провал. И видно, что вот прям, я прям вижу вот анатомию связки на своем лице. И так как эту связку ее сделали, как это, ее не перерастянули, а наоборот сожгли, да, и она скукожилась, и стянула ткани. Я эту зону вообще вот, ну, чем только не пробовала, и где-то года два, наверное, может быть больше, даже я ее лечила, ну, реально я понимала, что, ну, вот это не работает. И когда я взяла препарат контура, и вот это единственный препарат, который реально, почему я вот сейчас прям уверена, с уверенностью уже такого, как это, клинического специалиста, практика, могу сказать, что реально препарат шикарно работает со связочным аппаратом. То есть он реально мне эту связку, ну, понятно, там есть еще какая-то небольшая неровность, но той проблемой, которая была, она нивелировалась за одну инъекцию. Это у меня, как говорят, это было для меня такой стимул, полюбить, заинтересоваться, и начать изучать этот препарат. Манитол, ну, мы уже с вами проговорили, поняли, что она нам на самом деле нужна. Она, вот я говорю, вот это вот тот самый скафал, где вовнутрь мы ввели молекулы манитола. Причем, смотрите, манитол, если во всех, он здесь будет значительно больше по концентрации, чем уже в представленных на рынке, представленных на рынке препаратах с манитолом. Здесь манитола достаточно большая концентрация, что тоже, кстати, ну, очень полезно, потому что дает нам как раз тот самый нужный результат. Второй препарат, о котором мне хочется поговорить, это контура Био-20, как я его назвала. Ну, там, когда вы начнете работать, вы поймете о чем, потому что там на коробочке написано большая цифра 15 и 20. То есть 15, это мы говорим, когда у нас есть манитол, а 20, это когда у нас чистая гиалуроновая кислота. Но концентрация этой кислоты на 5 порядков выше предыдущей. То есть это, по сути дела, конструктор дермального и связочного аппарата. Этим препаратом я буду работать по лицу, я буду работать глубокими инъекциями в области проекции истинных связок, потому что их тоже, помимо того, что мы с ложными связками, мы в принципе уже так более-менее работаем, то с глубокими мы пока еще не работали. И вот препарат Контур Био 20 в этом плане мне очень хорошо помогает. Я провожу инъекции в области проекции наших истинных связок. Причем хочу сказать, что когда вы возьмете коробочку, у вас там будут даны две иглы. Одна игла 12,7, а вторая игла на 4 миллиметра по длине. И вот если мы говорим про работы, допустим, с ложными связками, то я беру иголочку какую? Конечно, 4 миллиметра, потому что я работаю с поверхностным массом. А если мне нужно поработать с глубоким массом, то я уже беру иголку длиной 12,7. Причем точечно введение в зоны проекции связок истинных Контур Био работает замечательно. То, что я иногда там делая лицо, то есть я могу взять Контур Био, шприцы у нас также есть 1,2 миллилитра, то есть я могу взять либо 1 миллилитр, пройти, допустим, по истинным связкам и взять еще, например, препарат Контур Био 15 для того, чтобы поработать с поверхностными, с поверхностными, с ложными связками. Комбинация, пожалуйста, почему вот по 1 миллилитру? Я, конечно, если я уже делаю хорошую коррекцию, то я беру 2 миллилитра для истинных связок и 2 миллилитра для ложных. То есть 2 шприца на лицо, это будет вообще там вау-эффект. Посмотрите, по каким точкам мы работаем и точки, где непосредственно мы говорим о том, что у нас располагаются истинные связки. Первая точка – это точка так называемой глазничной связки. Помню, что она имеет букву «С», такой перевернутой вовнутрь глаза. Это точка псилакис, опять по автору. Следующая точка – это зона проекции скуловой связки. Мы эту точку очень часто говорили, очень часто ее использовали. Это точка так называемого МакГрегора. Дальше я работаю с нижнечелюстной связкой, точка фурнос. Можно здесь еще также поработать с околоушной связкой. То есть опять мы смотрим, насколько есть необходимость. Если мы видим уже изменения, то, конечно, желательно здесь добавить еще одну точку. И оставшийся препарат я раскалываю. Мы знаем, что жевательная связка – это ложная связка, но работая с вот этой вот зоной, это качество щеки нашей. То есть как только мы здесь связку восстановим в ее первозданном состоянии, у нас сразу у щека станет полноценность, как это займет свое место и будет достаточно хороша эстетически. Что же касается шеи, мы опять сейчас вспомним, что у нас есть боковые связки, есть подъязычная и нижнечелюстная связка. То есть здесь глубокими инъекциями раскидывая точки, вот работая с таким образом 2 мл препарата. Как я уже сказала, для этой зоны я все-таки всегда беру 15, контур био 15, то есть с манитолом. Во-первых, потому что, ну, понимаю, и для кожи здесь хорошо, и для, как это, более грубая здесь. Ну, мне достаточно по концентрации поработать с этими связками, потому что они все-таки не такие сильные, например, как связки на лице. Техника. Понятно, что мы можем работать и с коррекцией кистей рук. Есть показания в препарате, и мы с удовольствием, пожалуйста, либо мы можем по точкам, либо мы можем векторный лифтинг раскладывать. Замечательный результат получается. Опять-таки, если кожа совсем такая вот, измученная, изможденная, тощая, то, конечно, я возьму 15, контур био 15. Он здесь лучше сыграет опять манитол, как антиоксидант еще поможет мне восстановить в том числе и кожный объект этой зоны. Но еще раз хочу сказать, никаких папул. Никаких папул, никаких поверхностных внутридермальных введений. Это очень важно, потому что препарат сейчас выходит на рынок, и он сейчас прям займет на самом деле очень активную нишу, потому что он уникален. Я еще раз говорю, что работаю уже 18 лет в косметологии, вот такого результата с первой процедуры, я вам сегодня покажу первые фотографии, которые мы стали уже получать, не получаю я пока ни на одной методике. Поэтому самое главное, чтобы ее не, как это, не отвратить пациента от нее, просто почему? Потому что сама на себе, когда мне принесли препарат, сказали, вот новый биоревитализат, попробуйте. Проколола шею, ходила в течение двух недель с папулой, вообще, что это такое? Потом, как это, учите матчасть, да? Я читаю инструкцию, как всегда, как это самый опытный практикующий врач сначала сделал, потом почитал инструкцию, и написано, термостабилизированная гиалуроновая кислота. Думаю, у меня черным по белому было написано, стабилизированная. Поэтому, конечно, поверхностно колоть ее ни в коем случае нельзя. Техники введения вы можете использовать разные, если берем конюля, если берем иглой, кто любит работать, то есть, пожалуйста, вам даст везде замечательный результат. Единственное, еще раз, не колем ее поверхностно, препарат не вводим поверхностно. Техника армирования, пожалуйста, любое, можете соты, можете папоротники, можете что угодно рисовать на лице, если берете этот препарат, раскладываете. Если мы говорим про работу с какими связками, сложными связками, то есть, когда мы работаем в подкожно-жировой клетчатке, пожалуйста, здесь ваша фантазия, ваше умение, техника, творчество, оно все будет приветствоваться. Правило только одно. Не вводим поверхностно. В линейке есть еще третий препарат, так называемый супергидротейшн, контура био, это препарат в составе которого, это обычный биоревитализат, он выпускается во флаконах по 5 миллилитров, но это тоже, наверное, такая экономическая большая политика, для того, чтобы препарат не удорожался за счет наличия шприца. Когда мы работаем с такими глубокими, где нужна такая более детальная работа, то, конечно, там нужен шприц. А если мы говорим про обычную биоревитализацию, мы уже очень хорошо привыкли работать с флаконами, и нас, кстати, очень устраивает, потому что объем препарата большой, мы можем одним флаконом обработать большое количество площадей, то есть это и лицо, там шея, декольте, кисти рук хватает, то есть в зависимости от того объема, который нам принес пациент. Препарат, особенность заключается в том, что здесь просто среднемолекулярная гиалуроновая кислота, но в составе этого препарата введен тот самый компонент, который сейчас очень любится всеми врачами, это препарат тригалоза. Техники, пожалуйста, обычной биоревитализации, обычная биоревитализация, те самые папулки, раскалываем, да, там опять, пожалуйста, хотите вы проработать с пациентом на разных уровнях, вы взяли, например, контур БИО-20, поработали с истинными связками, а потом сверху все покрыли папулками с нашей тригалозой, да, в результате, что такое тригалоза и почему она нужна? Тригалоз, почему ее взяли, да, в работу? Ну, тригалоз, это тоже, во-первых, это сахарид, да, это разновидность глюкозы, так же, как и манитол. В нашем препарате все равно существует вот этот, вот тот самый скафолд техника, она все равно будет присутствовать, соединенная стрикалоза с гиалуроновой кислотой, она будет давать более пролонгацию, да, то есть гиалуроновая кислота не будет сильно разрушаться, да как это, быстро разрушаться, она будет отрабатывать, несмотря даже на то, что она тут у нас среднемолекулярная, по молекулярной массе, что она среднемолекулярная. И особенность еще тригалоза заключается в том, что тригалоза работает с мембраной клетки, то есть она работает на белок и работает на фосфолипиды, то есть реально это такой защитник, защитник для клетки, ну, клетку кто у нас защищает? Это, конечно, клеточная мембрана. И плюс еще тригалоза способствует сама притягивать на себя воду, особенно в тех условиях, где мы сталкиваемся с обезвоживанием, да, где нам, допустим, нужно, чтобы начать процесс формирования вот этой гиалуроновой кислоты, но мы не можем включиться. Почему? Потому что, ну, есть вот это вот, да, как я всегда говорю, что рыбки в аквариуме без воды, ну, как-то не выживают. И тригалоза – это будет как раз тот компонент, который будет еще больше притягивать на себя, стимулировать притягивание воды. То есть защита мембраны клетки, да, это работа с белково-фосфолипидным компонентом. Это как этот препарат, который будет удерживать, да, и пролонгировать нахождение гиалуроновой кислоты в ткани и плюс сама по себе притягивает воду. То есть на самом деле уникальный компонент, который очень хорошо прижился у нас в косметологии. Мы знаем много препаратов с трикалозой, которые уже себя зарекомендовали. Так, форма выпуска, да, понятно, шприцы делаем. Мы можем здесь, вот, кстати, мы можем как подкожно работать, так и внутрикожно. То есть здесь мы работаем. Еще раз такой маленький слайд напоминания нашей линейки. То есть это контур био, который находится, био-15, который находится, который входит в манитол. Это контур био-20, который такой жесткий, практически префиллер, так мы его можем назвать. И препарат с трикалозой, который идет для увлажнения кожи, для восстановления, для защиты. Ну, то есть обычная биоревитализация. В чем плюс еще наших препаратов, особенно, да, там, ну, 15 и 20, то, что это процедура того самого обеденного перерыва. То есть так как мы не оставляем папу на лице, мы работаем глубоко, то есть следы инъекций, ну, то есть если в сосуд еще не попали, там буквально вот эта вот розовость, да, вокруг, когда мы прокалываем, она там 15-20 минут держится, и все, и пациент через 20 минут уходит, как будто ничего и не делалось. Но результаты мы получаем на нем очень замечательные. И вот посмотрите, как раз мой такой-то пациент. Сейчас понятно, что мы сейчас проводим большую клиническую работу, большую клиническую работу, направленную на изучение, там, техник, отработка, опять, да, там, убедить себя еще раз, что это на самом деле такой уникальный препарат. Пациент, который участвует в нашем клиническом эксперименте, 75 лет, до этого он особо ничего не делал, посмотрите, результат от одной процедуры. То есть мне кажется, что я даже от полимолочной кислоты результат на лице так быстрый, так хорошо, но это с учетом, что мы это делаем, мы этот, фотографии мы делаем через месяц. То есть мы ввели препарат, и через месяц мы контролируем пациента. Сейчас через месяц, то есть раз в три месяца, да, частота проведения, раз, ой, раз, один раз в месяц, три раза. Ну, как классическая работа с лицом. Ну, результаты я вам буду дальнейший показывать. У нас есть еще исследования альтеровские. Все это мы будем, это просто прям буквально вчера пришел на контроль и смотрю, посмотрите, какие результаты, да, замечательные. Здесь у нас и овал лица, изменился, носогубные складки, такое ощущение, как будто, и вот после него, кстати, пришли еще две модельки. Ну, мне казалось, одно лицо пришло, которое, ну, я думаю, но, наверное, только качество кожи. Нет, мы получаем опять структурирование. Почему? Потому что, работая со связками и восстанавливая их тургеры и эластичность, лицо реально подскакивает вверх. Но, как я вас еще не отпускаю, потому что в нашей линейке работы появился еще один такой, ну, что-то незаменимый, наверное, компонент, как ин-аут, это инструмент комплексного подхода к сохранению здоровья и красоты. То есть, это биодобавки, которые, ну, без которых мы сейчас, наверное, все-таки уже не обойдемся, особенно, если мы говорим про работу со связками. Связки нужно питать, и связки, они сами по себе очень хорошо иннервируются, кровь к ним, к сожалению, не очень притекает, и если есть вот какие-то нюансы, да, с кровоснабжением, это всегда будет ухудшать состояние связочного аппарата. Но, сейчас у нас век такого зоша, мы уже все, как это, все стали обращать внимание на то, ну, как говорят, мы выглядим так и живем так, и мы тот, что мы едим. И сейчас, конечно, здоровому питанию большое значение придается. Почему? Потому что мы говорим о том, что жить мы стали дольше. Даже сейчас уже по классификации ВОЗ длительность жизни у нас увеличилась, как каждый показатель, да, там пожилой, юный и старый возраст сместился на 20 лет. Но наша задача прожить эти 20 лет, а не просуществовать в какой-то болезни. И сейчас, конечно, очень большое значение, именно, кстати, на врачей-косметологов легла вот эта превентивная медицина, потому что, если обычная наша классическая медицина занимается лечением болезней, то вот эта самая профилактика, сделать так, чтобы человек не дошел до классического врача, это, конечно, сейчас вот легла, ну, я даже рада, наверное, что легла на нас, на косметологов, на специалистов-физиотерапевтов, там, специалистов по телу, и так далее. И вот одну, хочу несколько слов вам сказать про линейку препаратов. Это линейка биологически активных добавок, которые нашего, опять, российского производства, вообще, я, честно говоря, я сейчас ушла вообще полностью на Россию, я получаю замечательные результаты без каких-то, каких-либо осложнений, потому что полимолочной кислотой я работаю нашей российской, ботулотоксином я работаю нашей российской, биоревитализаты уже бы в моей практике наши российские, потому что мы получаем, во-первых, начнем с того, что получить сертификацию на наш российский препарат в пять раз сложнее, чем завести его с Европы какую-нибудь ерунду и засертифицировать и пустить в продажу. Это, кстати, тоже такой маленький нюанс. Роспотребнадзор с нас не сладит. Поэтому появление таких биологически активных добавок российского производства, которые производятся в Академгородке, известный наш Академгородок в Новосибирске, это такой научный комитет при активном участии Гичева, аккредитованный по всем стандартам. Сырье берется в различных, в том числе и европейских странах, это Голландия, это вот единственный в мире производитель витаминов, самый лучший гуглого витамина, витамин Е в мире, мировой лидер по производству каротинов и ферментов, то есть все сырье везется пока с Европы и уже здесь формируются вот те самые БАДы, о которых мы сейчас с вами говорим. Первый БАД, который меня больше заинтересовал опять как косметолога, это, конечно, антиоксиданты, потому что мы понимаем, что какая-то атака свободных радикалов идет ежесекундно, и защитные силы, и вот эта вот антиоксидантная система нашего организма, она однозначно изнашивается ровно так же, как и стареет связочный аппарат, и поэтому антиоксиданты здесь, конечно, очень-очень всегда актуальны. Потом посмотрите по составу, они на самом деле очень грамотно и по процентному, то есть по количественному и по качественному состоянию, они, конечно, очень замечательные. Почему они нужны для связочного аппарата? Потому что снятие хронического воспаления под названием старость, это нам поможет в этом, конечно, антиоксидант. Второй препарат, это препарат, который работает с микроциркуляцией. Причем хочу сказать, что вот, допустим, такой препарат, как диасмин, ну, мы его, как в Любодию, мы сталкивались с ним уже в такой врачебной практике, но сейчас есть очень много клинических исследований, которые говорят о том, что один диасмин, он, как это, не очень хорошо работает, он работает всегда в связке с рутином. и на самом деле мной уже лично протестируем, потому что я очень много летаю, мной протестированы данные биологическая, данная биологическая активная добавка, и она на самом деле замечательно профилактирует отеки. это не только на нижних конечностях, но и лица в том числе. И, конечно, как мы уже сказали, что связочный аппарат, он у нас не, ну, сам по себе, по анатомической своей особенности, он очень мало, как это, плохо кровоснабжается, и поэтому все, что нарушает микроциркуляцию в этой зоне, конечно, будет влиять не на пользу нашего связочного аппарата. И все, что будет улучшать, однозначно будет усиливать, усиливать восстановительные действия. Ну и, конечно, гиалуроновая кислота с витамином С. То есть это как раз то, из чего у нас строится, да, все, что необходимо для строительства хорошего и качественного коллагена. И здесь опять посмотрите, в процентном соотношении гиалуроновой кислоты 150 миллиграммов, вообще во всех биодобавках, таких вот более-менее, которые зарекомендовали себя как рабочие биодобавки, это где-то от 100 до 200 максимум. Но вот 150 – это пока самая большая концентрация гиалуроновой кислоты в биодобавке, если мы там сравним со солгаром или там другими биодобавками, которые в аптеках продаются. То есть здесь мы получаем 150 миллиграммов и 75 миллиграммов витамина С, который очень нам необходим, да, потому что мы знаем, что именно с помощью какого-то витамин С участвуют в формировании коллагена из проколлагена. Поэтому уникальный инструмент для специалистов и всегда в помощь, особенно когда мы говорим про связочный аппарат, конечно, назначить биологически активную добавку всегда будет очень актуально и в помощь, и с большой пользой не только для связочного аппарата, но и для организма в целом. Спасибо большое. Я закончила. Сейчас я хочу, пойду в чаты. Если у вас появились какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Сейчас будем читать. Будет ли запись? Можно прайс прислать. Так, хорошие вопросы уже пошли про прайс. Так, здравствуйте, это БАДы. В клинике нужна система маркировки, честный знак. Все есть. Они имеют все сертификаты, они имеют вот этот, вот этот, честный знак, все. Это, это БАДы, которые, они не продаются, ну, как это, просто в, там, в маркетах каких-то. Это профессиональная вещь, которая будет продаваться через дистрибьюторов. Поэтому вся документация однозначно будет присутствовать. Так, дальше. Так, прайс на почту. Так, сейчас, подождите, как мне, немножко, чтобы я попросили. Или они уже закончились? А, ну, как это, все основные вопросы, БАДы и прайс. Все очень хорошо. У нас сегодня был такой первый ознакомительный вводный вебинар. Понятно, что мы, так, с какого, сейчас, с какого препарата начать применение данную линейку для себя. Смотрите, как я уже сказала, если у вас, мы говорим про деформационно-отечное лицо, где мы видим, что истинные связки уже достаточно перерастянуты, потому что, ну, понятно, что пришла девочка, там, не 20 лет, то мы, конечно, на лицо можем взять препарат контур 20, проработать вот те самые точки, которые я говорила, да, там, Макгрегора, Фурнаса, Псилакиса, прям по точкам проекции точечно провести. Если вы хотите еще дополнительно поработать с кожей, вы можете взять также с триколозой препарат и проколоть как в обычную технику биоревитализации. Но поверьте, что качество кожи, цвет лица, вот это все идет сопутствующее, даже когда вы поработали просто со связками. Если же, допустим, мы говорим про шею, то, как я сказала уже, опять, если шея очень такая плотная, с большой, хорошей, развитой подкожно-жировой клетчатки, вы можете контура 20 взять и для шеи, точно так же по точкам, глубоко, по зонам проекции, связочных связок проколоть. Если же пришла такая субтильная пациентка, где подкожно-жировой клетчатки немного, где она такая вся, и вы понимаете, что если вы даже делаете болюс, и этот болюс у него очень долго будет контурировать, то начать, конечно, лучше с контура 15. Вы подтянете, поработаете немножко с тканем, они уплотнятся, однозначно, здесь будет, ну как вот, даже не то, что наращивание подкожно-жировой клетчатки, а, ну будет ее, как будто она как восполнится за счет вот этой гидротации, там же, когда мы вводим гиалуроновую кислоту, у нас же гидротируются все ткани, которые вокруг нее, там, мы сейчас делали акцент на связочный аппарат, но мы получим же, ну, вели препарат с гиалуроновой кислотой, он же вокруг у нас все отработает хорошо, то, конечно, допустим, на вторую процедуру вы можете этой пациентке взять уже контура 20, но начинать вот с таких, с очень субтильных и там мелкоморщинистого типа, лучше, конечно, с пятнашки. Шею, как я сказала, уже опять однозначно, ну где-то процентов 90, я беру все-таки 15, этот контура 15. Планируете вывод препаратов на европейские, можно будет купить в Германии? Человек, который живет сейчас тоже на две страны, я хочу сказать, чемоданы никто не отменял, потому что мой миотокс очень хорошо работает в Европе, но вожу я пока с Россией. Ну, понимаете, здесь вопрос, конечно, денег, вопрос сертификации, потом, ну, насколько будет это все, это же там не просто туда ввести, там же его еще нужно будет и продвигать и все остальное, то есть, ну, наверное, стоит ли игра вот этих свеч, да, выеденного яйца, или по-другому сказать, вопрос, но одно могу сказать, что не повезем мы туда никого, у нас самые красивые русские женщины, и пусть они ими остаются, потому что теперь у нас еще самые лучшие препараты для контурной. Так, прайс на почту, расскажите, как правильно подбирать препараты под разные типы старения. Значит, замечательный вопрос, потому что кто меня вообще, ну, кто меня вообще знает, да, кто слышит, у меня эта тема, поставил диагноз, потом начали работать. Диагноз я ставлю на базе классификации Кальгуненко, мелкоморщинистый, деформационно-отечный, мускульный или усталый морфотип. Значит, если усталый, пожалуйста, глубокие связки, ну, то есть истинные связки работаем двадцаткой, поверхностные связки работаем пятнадцатым, контура пятнадцатым. Если мы говорим деформационно-отечный тип, и если она у вас пришла прям вот такая вся рыхлая, надутая, то, конечно, первую тогда процедуру, я и не буду работать, допустим, с глубокими связками, а поработаю сначала с манитолом, да, потому что он все равно обладает немножко, во-первых, он не притягивает дополнительную воду, и, во-вторых, он обладает все равно немножко вот этим, ну, лимфодренажным эффектом. То есть я проработаю сначала, там, то, что поработает у меня с микроциркуляцией и все остальное, то есть я тогда возьму первую процедуру пятнашку, потом во вторую процедуру сделаю двадцать, уже сработая с глубокими тканями. Если же пришла такая пациентка, которая деформационно-отечный тип, но у нее нет вот этого лишней жидкости, что называется, в ней лишней жидкости, то, соответственно, я могу начать и с двадцать. Ну, двадцать, я опять, еще раз, тоже, кстати, нюанс, который мы отметили, что двадцатка, даже двадцатка, она не дает выраженную гидротацию тканей, она не дает абсолютно отеков. Вот я говорю, что следующую, когда работаем, мы будем делать, ну, то есть вот сейчас как раз идет, вот я говорю, исследование на трех моделях, одна из них деформационно-отечный тип, очень плотная такая, хорошая, с хорошей подкожно-жировой клетчатки, ну, ухоженное, естественно, лицо, которое не вот пришло девственно. Вот мы с ней работаем двадцаткой, удивительные результаты, но не дает абсолютно дополнительного отека препарат. Вы здесь не ждите, что оно у вас отечет, как, допустим, может произойти на какую-то другую биоревитализацию. Так, я задала два вопроса выше. Да, давайте, сейчас я еще раз, можно контакт, отбирать препараты по разным типам старения. сейчас еще раз где купить. Так, значит, на связку работаем иглой 12,7, мы говорим про истинную связку, глубокую, да, в какой технике, вот это, по вот этим самым основным точкам, псилак, псилакис, макгрегора, жевательные точки и фурнос. То есть, основные, когда мы работаем, где истинные связки, раз, два, три, четыре можем, и пятое, распределить препарат по жевательной, хотя здесь уже не истинная связка, но в любом случае. Если, то есть, 12,7 работаю глубоко в этих зонах, ну, опять-таки, смотрю по тканям, да, которую мне пациент принес, то есть, глубоко под связку, глубоко под связку, глубоко под связку, и здесь вот, более поверхностно, но все равно это будет глубже, чем на 4 миллиметра. Добрый день, как относитесь к работе со связками с помощью PRP? Используйте с удовольствием. PRP у меня практически, знаете, как я не люблю вводить какой-то большой компонент вместе, вместе с аппаратами, вот с аппаратами, я всегда работаю, то есть, я делаю аппарат, не всегда, но если там есть, желание, показания и все остальное, аппарат и сразу PRP, то есть, у меня это чаще всего в одну процедуру, а потом, допустим, там, через 2 недели прихожу, я уже делаю введение какого-то, давайте мы сразу поймем, что PRP это та самая процедура, потому что даже сейчас вот мы говорим про то, что мы стимулируем коллаген, но опять это коллаген идет через формирование, как это, опять это работа гиалуроновой кислоты, а что нам дает PRP, PRP это тромбоциты с факторами роста для фибробластов, то есть, мы вот это все, о чем мы говорим, это строительный материал, а заставить работать строителей, может кто? только PRP, поэтому PRP в сочетании все очень замечательно, периодичность введения контура, если мы говорим про 15 и 20, то 1 раз в месяц, 3 раза, ну можете 5 раз, можете 1 раз, то есть, как видите, что с одного результата пациента, с одной процедуры пациент уже получит, то есть, ну понятно, что мы не одним препаратом работаем, вот, если мы говорим про препарат стреколоза, то тогда, соответственно, его 1 раз в 2 недели, то есть, как обычный биоревитализат, там 2, 4, 5, 6, то есть, пожалуйста, уже там дальше по... препараты стреколоза не дадут отечность? Нет, желательно с мелкоморщинистым типом, но с мелкоморщинистым типом вам вообще ничего не даст отечность, а все, что даст отечность, это будет только плюс на мелкоморщинистый тип. Единственное, что треколоза в этой ситуации для мелкоморщинистого типа она будет защищать клетки больше, потому что мы понимаем, что мелкоморщинистый тип это самый страдающий морфотип, то, что присутствует в нашей жизни. В сравнении с препаратами коллагена, эффективность вашего препарата выше. Смотрите, коллаген, он совершенно по-другому работает. Коллаген, мы же... Что такое препараты гиалуроновой кислоты? Мы запускаем строительство своего коллагена. И я вот буквально недавно была на конгрессе и слушала биохимика. Очень интересный доклад, ну, как-то... когда все, что по косметологии, уже все давно понятно, а вот что касается каких-то биохимических, таких более глубоких знаний. И вот он, он тоже очень такой, знаете, отнесся с очень большим вопросом к препаратам коллагена. Почему? Потому что, опять-таки, когда мы вводим коллаген, вот то, что я вам рассказывала, как старится наш коллаген, то есть он разбивается на фракции. И первое, что он делает, вот мы ввели полную, допустим, полную цепочку коллагена, оно у нас разбилось на фракции. И вот дальше вот эти фракции, для того, чтобы они разбились на аминокислоты, нужно очень как-то постараться. То есть это либо коллаген, вот сейчас я тоже, кстати, стала себе, ну, уже поставила задачу, надо как-то очень глубоко изучить все препараты именно вот в плане почитать, что лучше будет распадаться на аминокислоты. Наша же задача разбить коллаген на аминокислоты и потом из этих аминокислот построить свой хороший коллаген. Почему, например, работая раньше только аппаратами, мы же тоже получали результат, даже несмотря на то, что мы не вводили ничего в ткани, а получали результат мы, почему? Потому что разбивая коллаген, и если мы проработали так, что мы вот этот вот фрагментированный коллаген, который, старый коллаген, который разбился на фракции, вот эти фракции мы разбили до аминокислот, то сам организм из этих аминокислот начинает выстраивать свой коллаген, просто это более отсрочно, более долго, с менее продуктивностью, там что-то теряется, что-то не теряется, что-то включилось, то есть это более, а когда мы еще ввели в этом строительный материал подпитку, конечно у нас коллаген тогда, почему аппарат и инъекция это всегда братья-близнецы. Поэтому, что касается препаратов коллагена, здесь очень надо все изучать, они однозначно, как это, имеют место быть, мы однозначно ими работаем, все, но сейчас у меня, например, возник вопрос, насколько нужно вводить что-то чужеродное, или все-таки лучше стимулировать, потом, например, препараты коллагена в связку я вводить точно не буду, потому что чужеродное, в любом случае мы вначале вводим белок чужеродный, дабы нам не спровоцировать воспаление в связке, то есть мы коллагеном все-таки больше работаем в подкожно-жировой клетчатке, да, мы работаем с сложными связками, да, там, ну, то есть участвуют в формировании ложных связок, в смысле, вот, как это, нет, место проекции ложных связок, так скажем, да, но здесь есть еще маленький нюанс, что все-таки коллаген, мы больше в кожу, ну, то есть нам для кожи он больше нужен, а что касается, вот, например, работать с истинными связками, то, честно говоря, я туда вот коллагеном точно не полезу, дабы не спровоцировать какие-то воспалительные нюансы. Так, начать применение в сравнении с препаратом коллагена, так, препарат с галозой, какая периодичность введения, спасибо, введение, по связкам, PRP мы ответили, дальше, на связке работаем иглой 12,7, да, мы, как уже проговорили с вами, так, планируете вывод препаратов, и так проговорили, прайс на почту, скажите, как правильно подбирать препараты под разные, так, вот, значит, давайте дальше договоримся, значит, если мы работаем с препаратом усталый морфотип, мы, пожалуйста, если она пришла уже в таком, там, 45+, да, и мы видим уже перерастяжение, а там, кстати, вот для усталого морфотипа как раз очень характерно перерастяжение как кожного, да, там вот этот вот эластоз, для них вот этот диагноз больше именно усталого морфотипа. Если мы говорим, что мы видим перерастяжение кожи, то однозначно будет перерастяжение связки. Если ткани нам позволяют, однозначно работаем с истинными связками, но с истинными связками все-таки я рекомендую работать контуром 20, контура 20, контура био 20. И дальше ложные, пожалуйста, можете дополнить еще и 15. 15. Мелкоморщинистый тип, конечно, лучше начинать с 15. Это опять для того, чтобы пациент получил результат, но ушел без практически реабилитационного вот этого периода, потому что сейчас, наверное, востребованность в появлении препаратов без реабилитации, ну у меня вот пациентов прям, то есть они готовы, очень много пациентов, которые готовы прийти и сделать био, ой, а я понимаю, что без гиалуроновой кислоты я же никуда, но это же наш, обязательно мы должны восполнять, иначе все, что я дальше делаю, у меня это все работать не будет на 100%. И там с аппаратами, да, особенно если я работаю с какими-то тепловыми вот этими технологиями, когда, за счет чего тепло в тканях? За счет того, что идет прогрев воды, то есть если вода в коже есть, в межклеточном пространстве, я получу хороший результат от процедуры, потому что я добьюсь той температуры прогрева, которая мне нужна. А если воды нет, если биообезвоженность, что я буду греть? Тут же все идет именно за счет прогрева, идет эта тепловая реакция, развитие тепловой реакции именно за счет вскипания воды. И поэтому, ну, пациент, допустим, который готов прийти на процедуру, но он не готов ходить там с пупырышками и все. Поэтому появление препаратов, которыми мы можем работать глубоко, без папул, ну, 15 минут работы, даже без анестезии, причем препарат, кстати, очень комфортный при введении, вообще абсолютно не чувствуется сам препарат при введении, то есть он очень хорошо, аж состабилизированный. Простите, тут звонок какой-то пошел. Так, и по типам старения. Поэтому, значит, когда мы работаем, и сделать, понятно, с 15 начать, но когда вы уже восстановили и, так скажем, наводнили, и уже оживили мелкоморщинистый тип, да, пожалуйста, тогда можете где-то один раз по истинным связкам пройти и Контура 20, Контура Био 20. Так, как по старению можно и ваши контакты. Спасибо за вебинар. Дала вопрос выше. Я думаю, я ответила, да, мне кажется, я все посмотрела, но если что, мы всегда в контакте через менеджеров, то есть я всегда на связи, как пройти обучение. Ну, я думаю, мы сейчас будем готовить презентацию с уже, то, что мы сейчас работаем клинически с пациентами, со всеми этой клинической нашей доказательной базой, и поедем по городам однозначно, я думаю, мы еще очно с вами однозначно увидимся. Потому что препарат, на самом деле, вот у меня есть какое-то такое чутье, я беру препарат, вот что-то сразу прям нет, и все. А какой-то я беру, я понимаю, в него настолько влюбляюсь, что я понимаю, что это мое творчество, мой эффект, и вообще вот это один из препаратов, где любовь с первого взгляда. Пройти обучение. Так, где купить? Санкт-Петербург, кстати, мы поедем, вот что-то в конце ноября уже у нас там будут общие семинары. Так, хотелось бы мастер-класс по ведению. Да, ну, вы смотрите, смотрите у дистрибьюторов своих, кто сейчас будет заниматься, однозначно обучение будет, мы однозначно будем ездить, будем, ну, здесь поймите, что здесь водный такой семинар, просто для того, вебинар, простите, чтобы, ну, вы тоже узнали, что есть такая новинка. Как вы относитесь к аппарату МТУСИ, универсальный, вводить на истинное можно на кость? МТУСИ универсальный. МТУСИ вы имеете в виду, я МТУСИ знаю только как этот, электрокоагулятор. Вы про него говорите или нет? Что касается, как это, РФ, воздействия РФ на связки, я бы, наверное, не стала, потому что, если мы говорим про ультразвук, то это все-таки фокусировка и не такая травматичная, а на, как сказать, на РФ, вот эти все, в том числе игольчатые, да, все-таки на глубокие связки, да, на поверхностные, наверное, вот этот вот температурный реакция, опять за счет прогрева воды, мы, наверное, получим хороший результат. Но вот на истинные глубокие связки я бы, наверное, не пошла какими-то агрессивными аппаратными методиками. Вводится по ложным связкам на глубину, примерно, да, и не 12, как контур, да, правильно, как я сказала, что нет, мы можем и 15 вводить на истинные, да, то есть если у вас есть какая-то пока опасение, или там пациент дает, например, ну какая-то выраженная отечность у него какая-то, вы можете и с 15, потому что манитол в этой ситуации у нас будет как своеобразный такой защитник для тканей, вы можете и этот контура 15 пройти по связкам глубоко, но более эффективно, конечно, если вы пройдете 20-кой. И 20-ку вы можете расколоть на поверхностные связки, но опять-таки если есть достаточно тканей для того, чтобы переработать этот материал. Как совмещать с препаратами коллагена? Пожалуйста, сделали контурное моделирование связок, прошли, через 2 недельки поверхностно прошли коллагеном, никто не возбраняется, будет, пожалуйста, здесь мы работаем, понимаете, у нас коллаген, все-таки это тот коллаген, который работает с кожей, а здесь мы, проработав со связками, потом пошли на более высокий уровень и поработали с кожей. Пожалуйста, комбинация, я думаю, что она себя оправдает и будет. Есть так. Да, глубоко. Значит, по поводу ИРУ на тригалозу надо однозначно спросить у дистрибьюторов. Я думаю, что препараты, я точно знаю, что 15-20 у нас есть ИРУшка. Что касается тригалоза, я думаю, что есть. Вот, честно говоря, не могу ответить, пока не отвечу на этот вопрос. Последовательность аппаратов с контура. Смотрите, смотря каких аппаратов. Если мы говорим про работу с масс-лифтинга, то однозначно сначала делаем с масс, то есть мы прорабатываем, да, и потом эту связку, которую мы разбили, мы, по сути дела, что сделали аппаратом? Мы весь коллаген, вот этот фрагментированный коллаген, разбили на аминокислоты, да, там разбили его, и потом еще ввели больше аминокислот для того, чтобы, ой, еще больше ввели вот эту среду, которая из этих кислот быстрее построит коллаген. Поэтому сначала смаз, потом контура. Если мы говорим, например, про аппараты, которые работают чисто с текстурной, с кожей, то, пожалуйста, вы можете сначала сделать, поработать со связками, проработать, да, и потом уже наводнив, восполнив гидробаланс, в том числе же, тут я еще раз говорю, что здесь же не только будут связки включаться, здесь будут включаться и кожа. Ну вот, водя препарат при работе сложными связками в подкожно-жировую клетчатку, конечно, он будет нам и кожу сверху питать, и подкожно-жировую клетчатку, то есть он будет работать, что называется, безостановочно и на все ткани. Поэтому здесь, конечно, сначала мы делаем, потом мы делаем фото, потом мы делаем там РФ игольчатый, потом мы обычные РФ делаем, потом мы делаем какие-то лазерные там, эти, там, не знаю, там, неодимовое омоложение, Ну, то есть, какое угодно, пожалуйста, что можно, какие аппаратами вы работаете, то сначала, ну, если мы говорим про смаз, то сначала мы поработаем смаз-аппаратом, а потом уйдем на восстановление тканей с помощью контура. Как лучше работать с мускульным типом? Мускульный тип мы сейчас как раз, ну, когда я говорю про мускульный тип, я говорю именно не про гиперкинетический тип, а именно мускульный. К ним мы относим наших восточных красавиц. Это там, где кожа очень плотная, мышца и подкожно-жировая клетчатка, они недостаточно большие. Здесь, конечно, для, особенно для этого типа, первая процедура ботулинического токсина – это 100%, потому что это пациенты, которые чаще всего именно гиперкинетики все. Значит, они, после того, как мы расслабили все, дальше мы работаем, так, мы работаем, опять-таки, если пришло лицо, где мы уже видим, а у них же там, у этих пациентов, у них же не морщины, а складки, Поэтому, если мы видим, что уже заломываются складки, а складки чаще всего будут там, где будут находиться у нас основные наши истинные связки. Поэтому берем БИО-20 и проходим по истинным связкам. И для тургора кожи, и для тургора вот уже подкожно-жировой клетчатки и все остальное, следующую процедуру можно БИО-15. Очень хорошая комбинация получится. Если же пришло такое еще молодое лицо, где мы еще больше профилактически, там просто можно взять БИО-15 и поработать именно на уровне поверхностного смаза сложными связками. ИРУ препаратов однозначно есть, иначе… А, это ответ, да, или нет? Так, ИРУ у препаратов, однозначно, как это, БИО-15 и 20, точно, триколозу надо сейчас узнать, она, скорее всего, на сам препарат есть, на триколозу надо узнать, есть оно или нет. Спасибо, в жаркие страны я всегда с удовольствием. Так, Питер, семинар 28, да, наверное, РУ точно есть, присылали. А, РУ есть, вот отвечают уже девочки, потому что я в творчестве, я с результатом, технические, как эти, прайсы, ИРУ и все остальное, это больше, конечно, на все есть. Вот Аурин ответили, ИРУ есть на все, в том числе и триколозу. Я просто точно знаю, что есть на 15 и 20, просто триколозы, ну, уже БИО мне не так интересно, я больше, конечно, сейчас в этом, как в изучении и в апробации именно 20 и 15. Объем препарата на одну точку лицо. Смотрите, если я, во-первых, это 2 мл на лицо 100%, то есть 1 мл мне будет мало, 0,1, то есть 10 точек я раскалываю, 5 точек здесь, 5 точек здесь, по 1 мл на одну сторону, то есть 0,1 в одну точку. Могу сделать несколько точек по 0,5, допустим, да, но в основном это 0,1 в одну точку, ну, так, классика. Потом, вы понимаете, все равно есть, будут ли сочетаны протоколы, однозначно все будут. Мы, знаете, как мы, сегодня мы пионеры, мы сегодня вышли, и вы с нами пионеры, потому что вы сегодня прослушали первую информацию, да, вот по работе со связочным аппаратом, такого удивительного препарата, как контура. Когда будут, будут, однозначно следите, мы сейчас, во-первых, сейчас запускаем уже начало работы у нас, мы сейчас вот в конце ноября первая у нас пойдет, у нас будет сочетанная работа, и мы с этим будем однозначно, с этими докладами. Значит, сочетание ботулотоксин с МАЗ и контура БИО. Это сейчас работа будет на следующий год, она однозначно, потому что вы же понимаете, что, ну, как это, можно один раз сделать, а можно провести большое клиническое исследование. Мы за большое клиническое исследование. Поэтому протоколы однозначно будут, все это будет, и это у нас в проектах, и мы сейчас прямо с удовольствием начинаем выдвигаться в этом направлении. Так, какие вопросы еще есть? Значит, если, смотрите, если какие-то вопросы у вас возникли, если вы сейчас хотите попробовать, что-то осталось непонятным, во-первых, в записи все это будет, во-вторых, всегда через ваших менеджеров связь там со мной, если где-то что-то вы задаете вопросы, мне эти вопросы однозначно передадут. Я, как это, всегда участвую, если вдруг у вас, да, вот еще такая просьба, потому что сейчас работа, я где-то полгода, наверное, сейчас он у меня такой в активной работе. Кстати, вот прям буквально вчера пришла пациентка на прием, захожу, смотрю, и что-то, ну, думаю, что-то она у меня как-то резко похорошела. Беру эту амбулаторную карту, открываю, думаю, ох, елки, и здесь контура моя сработала. Потому что буквально вот, ну, месяц назад мы с ней контуры сделали. Что я хочу сказать, что мы все в работе, я буду очень рада получать, опять через ваших дистрибьюторов, пожалуйста, ваши отзывы, ваши вопросы, ваши, если вдруг возникнет какой-то нежелательный момент, однозначно мы все это будем разбирать вместе с вами, будем однозначно участвовать в этот, ну, я просто как-то настолько, настолько верю в этот препарат, что я думаю, что, ну, здесь как это, здесь самое большое осложнение, которое мы можем получить, это не получить результата. Но не получить результата на этот препарат, это нереально. Поэтому я даже, если вы его, еще раз говорю, по ошибке в колите внутрикожно, папулы пройдут, но они будут очень долго держаться. То есть вот я, например, ну, я такой человек, который на себе все всегда испытывает. Ну, вот я три недели ходила с папулами, конечно, уже такая-то вся была. А потом я еще раз говорю, читайте матчасть, да, учите матчасть, тогда не будет никаких проблем. Если четко написали стабилизированная кислота, то она 100% будет работать как стабилизированная. Как я уже сказала, термостабилизированная. Сейчас, кстати, появляются, пытаются сделать филеры, появляются некоторые филеры с так называемой термостабилизацией. Потому что на самом деле БДДЕ мы уже наелись. Ну, аспирацию, во-первых, начнем с того, что там, где есть проекция связок, там этих сосудов особых нет. Но если я работаю глубокие, вот особенно, допустим, зона, да, нижней челюстной связки, то, конечно, аспирацию лучше делать. Кольца Венера. Кольца Венеры, вот если прям заполнять линейно, смотрите, как можно поработать с кольцами Венеры. Здесь вы можете поработать со связками для того, чтобы растянулись, то есть, наоборот, уплотнили связки и растянули вам кожу. Значит, вы можете взять здесь двадцатку глубокими инъекциями. Если мы говорим прям по кольцам Венеры, пройти по этой складке, то лучше взять пятнадцатый, биопятнашку. Еще какое по поводу вот этих колец Венеры я сразу хочу сказать, что надо понять, что кольца Венеры у пациента – это врожденная патология. Другое дело, что у нас возраст там становится более углубленное. И мы можем нивелировать это углубление, потому что, ну, это связка, это строение связочного аппарата на шее. И вы изменить, как это изменить, его может только мама и папа попросить их, чтобы они переделали. Я шучу, конечно. Поэтому кольца Венеры, вы просто объясняете пациентам, что изменить и чтобы эти исчезли, эти полоски вообще на шее – это нереально. Потому что даже если они возьмут фотографию в 10-15 лет, они увидят, что следы этих полосок у них однозначно были. Просто другое дело, что с возрастом они углубляются. А вот здесь мы уже в помощь для того, чтобы пролечить. Значит, мы можем сделать по связкам, растянуть вообще, в принципе, кожу и пройти потом по самим полоскам. Но здесь нужно брать контура Био-15. Есть еще вопросы? Если нет, я думаю, что мы с вами сегодня начинаем новую эру в косметологии, работа препаратами в области связок. Поэтому, еще раз, я всегда к вашим услугам. У нас будет, я думаю, сейчас запустится целая серия, мы будем делать различные вебинары, мы будем приезжать к вам в города. Я думаю, что вы этот препарат оцените точно так же, как оценила его я. Спасибо вам большое. Мне очень приятно было сегодня быть таким флагманом новых методики, новых инъекций в нашей практике. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok